Места происшествий Места происшествий В селе Архипаосиповка выявили 4 дома, в которые заходила вода. В северском районе уровень воды тоже снизился. Ранее там подтопило два автомобильных моста. Они ведут в село Тхамаха и в станицу Ставропольскую. Там временно было приостановлено движение транспорта. Сейчас проезд уже открыли. В связи с ухудшением погоды в селе Кирпичном свернули механизированный мост. Переправа будет осуществляться лодочно-веревочным путем силами Кубань-Спас. С похожей ситуацией столкнулись и жители села Шабановская. Вода подошла к их дворам. Спасатели в режиме повышенной готовности. Десятки единиц спецтехники, в том числе и семь плавсредств находятся во всеоружии и готовы вновь выйти на улицы края при необходимости. Если вы попали в трудную ситуацию, не паникуйте. Обращайтесь в экстренные службы по номеру 112. Машину в Туапсинском районе буквально смыло потоком воды в реке. Это произошло 27 ноября в хуторе Полковничьем. Видео в соцсети выложили очевидцы. Они рассказали, что мужчина на внедорожнике попытался проехать через, казалось бы, мелкую речку. Однако уровень воды в реке внезапно поднялся и машину стало буквально сносить. Водителю все-таки удалось выехать на берег, но лучше так не рисковать. Почему загорелся автобус на Северной в Краснодаре еще предстоит выяснить. На данный момент есть две версии. Мы обратились к производителю Павловский автобусный завод. Известно, что автобус 2017 года выпуска с серийным заводским газобаллонным оборудованием. При службе Павловского автобусного завода нам рассказали, что, по их мнению, газооборудование было установлено кустарным способом. Выводы они делают из того, что последний год были нарушены сроки прохождения планового техобслуживания в официальном сервисе ПАЗ. Однако в Союзе транспортников Кубани эту информацию опровергли, ссылаясь на то, что экспертиза специалистами завода-изготовителя еще не проводилась и делать какие-то выводы рано. Они заявляют, что техосмотр автобуса проводился 1 ноября этого года у официального дилера. Напомню, он выгорел дотла на пересечении Северной и Корницкого 26 ноября. К счастью, люди не пострадали. Водители-очевидцы происшествия говорят о том, что возгорание произошло в моторном отсеке. Мы, конечно, продолжим следить за этой ситуацией. В Краснодаре на детскую площадку обрушилась свежая кирпичная кладка. Она упала с 22 этажа. Произошло это накануне на улице Старокубанской. Предварительная причина происшествия – сильный ветер. Никто не пострадал, машины, которые были припаркованы рядом, тоже не повредило. Сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Осудили за взятку. В Краснодаре вынесли приговор в отношении троих бывших сотрудников полиции. Фигурантами уголовного дела стали экс-начальник краевого отдела по преступлениям в сфере экономики, один из его подчиненных и бывший начальник отдела по расследованию преступлений отдела полиции Лазаревского района Сочи. На 28 июня прошлого года один из полицейских дал второму сотруднику 50 тысяч рублей, чтобы тот не привлекал к ответственности третьего полицейского. В этот же день третий полицейский дал первому сотруднику полиции еще 4 тысячи рублей за выставление статистических карточек, отражающих ход расследования уголовных дел, находившихся в производстве. Их задержали сотрудники ФСБ Кубани. Известно, что эти полицейские были уволены из органов по отрицательным мотивам еще в 2017 году. Второй бывший полицейский оштрафован на 150 тысяч рублей, третий на 50 тысяч. Приговор в законную силу еще не вступил. За испорченный автомобиль автоледи получила компенсацию. На ее машине рэпер Хаски устроил импровизированный уличный концерт вечером 21 ноября. Компенсировал в ущерб кубанский ресторатор. Хаски устроил дебош в центре Краснодара на улице Красноармейской. Он залез на капот автомобиля и исполнил один из своих хитов. После этого музыканта задержала полиция. На следующий день суд арестовал его на 12 суток. Накануне Хаски отпустили. Иномарка превратилась в груду металла. Ее раздавил многотонный грузовик с прицепом. Произошел дорожный конфликт под Новороссийском ночью. В Краевом ГИБДД сообщили, что владелец Тойота не выбрал безопасную скорость движения. Справиться с управлением не смог. Машину вынесло навстречу, по которой в этот момент ехал грузовик. В результате аварии в больницу забрали водителя Иномарки. Остальные обстоятельства сейчас устанавливают автоинспекторы края. Тему аварии продолжим в нашей традиционной рубрике «Дорожные ситуации». Все они произошли в Краснодаре за минувшие сутки и попали в объективы камер городского наблюдения. Резко перестроился и попал в аварию. Автолюбитель въехал в бок Иномарки, которая пересекала стоп-линию. И подъехала слишком близко к пешеходному переходу. Люди по нему идти в тот момент еще не начали. Произошла авария на пересечении Красной и Гаврилова. Повернул не со своего ряда водитель отечественной легковушки, резко перестроился на перекрестке Красной и Мира. Подрезал джип. А вот на Тургеневой и Калинина автовладелец решил развернуться в пробке. Он чуть не спровоцировал аварию с водителем отечественной легковушки. А вот столкновения с Иномаркой ему уже избежать не удалось. На этом все. Смотрите нашу программу, но не становитесь ее героями. Будьте аккуратны. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!